В новых линзах в Новый год! Оттяни красоту своих глаз! Обрети глубокий загадочный взгляд! Выбери естественный или дерзкий образ! Всего лишь цветные линзы и ты уже другая! Счастливого Нового года желает магазин «Оптика»! Время копить! Суперставка по вкладам в «Металлинвестбанке» до 10% годовых! Успейте накопить на мечту! Мясо комбинат «Кунгурский» примет на работу операторов расфасовочно-упаковочного автомата, грузчиков, формовщиков колбасных изделий, официальное трудоустройство, без опыта работы, полный соцпакет, бесплатное питание, доставка к месту работы за счет предприятия. Обращаться по телефону 38072 или по адресу город Кунгур, улица Боровая, дом 2. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем! Только с чистой водой будешь долго молодой! Срочно нужна живая вода? Звони 412-82! Новогодний подарок для защитников Отечества, служивших в морфлоте, доставлен в наш город прямиком из Кронштадта. В Кунгур привезли настоящий символ моряков – якорь Матросова. Идея создать мемориал для всех моряков, проживающих в Кунгурском муниципальном округе, существовала давно. Глава территории Вадим Лысанов и первый заместитель Олег Лихачев нашли договоренность с руководством города Порта и получили благословение из Кронштадтского храма. Якорь этот привезли мы из Кронштадта вместе с главой Кунгурского муниципального округа Лысановым Вадимом Ивановичем. Настоятель морского храма в Кронштадте, отец Алексий, дал благословение. Наконец-то этот якорь поступил в Кунгур. И теперь у нас есть идея, чтобы сделать некий мемориал в память погибшим и служившим морякам и матросам России и Советского Союза. От чего он может быть? От какого водоизмещения? Ну, типа эсминца, что-нибудь такого вот, сторожевик, не больше, полторы тонны. У крейсера где-то три тонны якоря уже. Ценный груз весом в полторы тонны доставили для выгрузки на территорию водоканала. Отсюда его направят на очистку и окраску. В наступающем году в Кунгуре появится место силы для моряков. Мемориал может появиться в нижней части города. Точное место определят после формирования проекта на установку. Предварительно якорь разместим в том месте, где в годы гражданской войны размещался полк матросов из Кронштадта. В 2022 году день ВМФ отметят 31 июля. Если все пойдет по плану, то праздничное мероприятие пройдет возле нового мемориала, который наверняка оценят бравые моряки, отдавшие долг родине службой в военно-морском флоте. А пока же это событие – прекрасный новогодний подарок патриотичным кунгурикам. В году уходящим главврач Кунгурской больницы Вадим Кириллов провел пресс-конференцию с представителями СМИ и ответил на самые животрепещущие вопросы, касающиеся здравоохранения в Кунгуре. Подводя итоги сложного, а вместе с тем насыщенного 2021 года, он попытался развеять все образовавшиеся слухи и мифы. Первым на повестке дня стало обсуждение одной из самых главных проблем нашего здравоохранения – кадрового голода. Для пациентов поликлиник это обернулось изнуряющим ожиданием в очередях, да и просто записаться на прием к нужному специалисту оказалось не так-то просто – сетуют кунгуряки. Основной проблемой Кунгурской больницы – это пополнение трудовых ресурсов. На ближайшие пять лет у нас заключены договора на целевое обучение в медицинском вузе, город Пермь, медуниверситет. Ну, я скажу ориентировочно, и не ошибусь, когда буду употреблять этот термин, с 70 студентами. В ближайшую пятилетку мы, по крайней мере, войдем на какой-то уровень. Очень, конечно, хотелось бы верить, но дальше будем работать по этому вопросу. Прокомментировал главврач Кунгурской больницы и гневные посты, часто встречающиеся в соцсетях. Одна из причин негодования кунгуряков – питание, которое сегодня предлагают больным в стенах медучреждений. С 1 января 2022 года для пациентов Кунгурской больницы, находящихся на лечении в круглосуточном стационаре, будет поставлять один ИП. Мы с ним встретились, провели рабочую встречу. Все те претензии, которые были сформированы, я человек системного подхода, переадресованные. Более того, встречи с подрядчиками и обсуждение качества предоставляемой услуги станут регулярными, а это раз в неделю. Также в своем послании Вадим Кириллов рассказал и о достижениях. Так, в сельском местности Кунгурского округа за последние три года открылись новые медицинские пункты. Это значит, помощь здесь станет своевременной. За последние три года мы в сельской местности получили модульные ФАПы в Шадеке. В прошлом году была сдана сельская врачебная амбулатория. В этом году мы ожидали в село Неволино сдачи модульного фельдшерского кушерского пункта. Однако не состоялась сдача медпункта в селе Неволино по объективным причинам. Здесь упущены сроки сдачи из-за непроведения необходимых сезонных работ. Точная дата открытия пока неизвестна. Но самое главное, Кунгурская больница уже получает оборудование, которое появится в Неволинском ФАПе. Обратил внимание главный врач Кунгурой на особо значимые моменты, внесший бесценный клад здравоохранения нашей территории. Одно из таких – получение нового оборудования. Напомним, ранее Кунгурская больница получила два современных аппарата УЗИ. А в многопрофильном стационаре и поликлинике, расположенных по улице Просвещения, появились два компьютерных томографа. Не менее важными для всех нас событиями уходящего года стали капитальный ремонт в терапевтическом отделении и появление собственной ПЦР-лаборатории. А в новом году распахнет свои двери для пациентов и амбулаторное отделение медицинской реабилитации. Мы на сегодняшний день уже обучили одного специалиста, врача-реабилитолога. Она известная врача, она работала в структуре больницы. В феврале-марте получит аккредитацию. На сегодняшний день она закончила курс первичной организации Светланы Викторовны Вагановой. С нее начнем, будем потихонечку развивать реабилитацию. Впереди у представителей здравоохранения нашего округа во главе с главным врачом Вадимом Кирилловым множество планов по развитию медицинской направленности. Ни для кого не секрет, что ситуация, сложившаяся с приходом в нашу жизнь коварного вируса COVID-19, отняла немало сил и нанесла колоссальный урон нашей медицине. Хочется верить, что в новом 2022 году наша жизнь вернется в прежнее русло, а медицина в Кунгурском округе будет меняться лишь в лучшую сторону. 27 декабря в школе номер 18 города Кунгура прошло торжественное принятие присяги юных пожарных 5-го Б и 7-го А-класса. Мероприятие приурочено ко Дню Спасателя. Именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей. Товарищ директор, учащийся 5-го Б-класса в количестве 25 человек для проведения торжественного мероприятия в посвящении в юных друзей МЧС построены. Командир? Командир Чистых Владимир. Вольно. На посвящении присутствовали почетные гости, которые сказали напутственные слова и пожелали ребятам нести этот долг с честью. Вы дали сегодня торжественную клятку. Несите ее достойно. Будьте гордостью в вашем классе, в вашей школе и в Пермском крае. Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником и хотелось бы сказать, что в городе Кунгуре такое мероприятие происходит у нас впервые. Обычно у нас это в комсомольской школе, мы принимаем класс МЧС, так что вы у нас пример в городе Кунгуре. Поэтому, дорогие друзья, успехов вам и больших побед. Поздравила ребят и представитель управления образования Кунгурского округа Наталья Ефимова. Будьте первыми не только в учебе и спорте, а будьте первыми во всех добрых делах. Сегодня, в этот день, хочется поздравить в первую очередь ваших наставников. Это представители погонных сегодня на ваших. Ребята получили свои первые удостоверения юного пожарного и значки. Награждение школьников проходило в торжественной обстановке. Школьники подготовились к важной встрече с гостями, достойно приняли присягу, а также показали небольшое выступление. Командир отряда 5-го Б-класса Владимир Чистых еще не задумывался о будущей профессии, но уверен, что такой опыт важен и может пригодиться кому-то в будущем. Сначала мальчик был старостой, а вскоре его назначили командиром класса. Мы научились чему-то новому, это нам может потом пригодиться. Может кто-то захочет тоже пойти в МЧС, и у них уже будут знания. Звонко и громко в Комсомольском встречают юных кадетов. Здесь появился еще один класс МЧС. Это движение существует в школе уже несколько лет. За все время старшие кадеты добились немало успехов. Пополняют копилку успехов и новобранцы, ученики 5-го А-класса. По случаю вступления школьников в ряды Дюб устроили настоящий праздник. После приветственных слов и открытия церемонии ребята продемонстрировали гостям строевую подготовку. Артем Черноусов является участником многих соревнований, лыжных гонок. Активный и дружелюбный мальчик, настоящий командир класса. Он немного волнуется перед торжественным вступлением в ряды Дюб. Я командир класса, очень волнуюсь. И сегодня торжественный день, посвящение. Заместителем командира является Ксения Перина. Девочка занимается легкой атлетикой, постоянно ездит на соревнования и занимает призовые места. Этот день очень волнительный, потому что мы становимся умнее, более ответственные и кадеты становимся. Словонапутствие воспитанникам сказали представители руководства школы. Им пожелали удачи и новых свершений, а также поблагодарили родителей за воспитание таких замечательных ребят. Сегодня у нас торжественное традиционное мероприятие. Вы наш шестой набор. Я думаю, что вы с честью и с достоинством пронесете такое громкое, гордое название «Кадет». Вы сегодня готовились к этому мероприятию. Пришли нарядные, красивые. Нам сегодня покажете, на что вы способны. И думаю, все у вас в вашей жизни получится. Ребята ответственно отнеслись к подготовке. На время кадеты надели боевую одежку пожарного. Брюки, бушлат, ремень и каску. Спортивный норматив 21 секунда. Наши герои стремятся к этому блестящему результату. Хоть бойцовки ребятами велики, они все же отлично справляются с задачей. Справившись с заданиями, юные спасатели исполнили песню «Служить России». Дружно, хором, как одно целое. Ведь ребятам уже известно, что результат зависит от команды. В этот радостный и волнительный день ребята принимают клятву кадета. Каждый выходит к представителям экстренных служб и вступает в ряды дружины юных пожарных. Ребятам выдаются удостоверения, значки и красный берет. Мы поздравляем школьников и желаем ребятам, которые пополнили ряды кадетов, а также тем, кто собирается это воплотить, удачи, терпения, новых успехов и побед. В минувшее воскресенье, 26 декабря, федеральная автотрасса вновь встала в пробке. В предобеденное время на 91-м километре дороги Перми-Екатеринбург в массовом ДТП столкнулись сразу три большегруза. Еще один грузовик, дабы избежать удара с попавшими в аварию машинами, съехал в кювет. Со стороны города Екатеринбурга в направлении города Перми двигался автомобиль Скания в составе полуприцепа. По предварительной информации, водитель 1992 года не справился с управлением и на 91-м километре автодороги допустил выезд на полосу предназначенного бесвечного движения, где столкнулся с автомобилем Скания, которого впоследствии отбросила настоящая справа от него автомобиль Мерседес. Как оказалось, больше всех досталось автомобилю Скания и его водителю. От удара груз снес переднюю стенку рефрижератора и сорвал с рамы кабину. Водитель чудом выжил в этом искореженном куске металла. Его с черепно-мозговой травмой и ушибом груди госпитализировали в Кунгурскую городскую больницу. Уважаемые водители, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями и дорожной обстановкой. По традиции к Новому году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кунгурского муниципального округа ежегодно объявляет акцию «Подари ребенку радость». Благодаря данной акции в 2021 году более 155 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получили сладкие подарки к этому замечательному семейному празднику. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и администрация округа выражает искреннюю благодарность Пермской региональной общественной организации «Я помогаю детям», жительнице Кунгура Екатерине Гомзиковой, а также педагогическому коллективу и обучающимся Кунгурского центра образования номер один заказанную помощь и неравнодушное отношение к семьям и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации округа. 27 декабря состоялось торжественное посвящение учащихся 2-го Б-класса школы номер 18 в отряд юных инспекторов движения. Представители госавтоинспекции Кунгура, учителя и родители поздравили ребят с этим важным событием. Пожелали им не только знать правила дорожного движения, но и быть примером для учащихся школы. Желаем новому отряду юных инспекторов движения удачи в достижении поставленных целей по пропаганде безопасности дорожного движения, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России Кунгурский. С медалями из Удмуртии приехали домой наши кунгурские сноубордисты. 10-11 декабря прошли всероссийские соревнования по сноуборду на горнолыжном курорте Нечкино в Удмуртии, в которых приняли участие 12 воспитанников Кунгурской спортивной школы сноуборда. Поздравляем кунгурских ребят с прекрасными результатами и желаем победы на следующих соревнованиях. Подведены итоги краевого этапа всероссийского конкурса «Лучшая команда российского движения школьников». 5. Команда «Прометей» школы номер 10 заняла почетно второе место в номинации «Лучшая муниципальная команда». Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед! Перинатальный центр Кунгурской больницы вновь получил еще одну партию помощи для новорожденных. Из Перми приехала Наталья Ушакова, которая представляет благотворительное движение «Благодарим» и передала упаковку пеленок. Сотрудники центра и руководство Кунгурской больницы, а также мамы малышей, благодарят Наталью Ушакову и всех причастных за помощь и отзывчивость. Кунгурская больница И сегодня мы чествуем вас, ребята, за те достижения, которые мы действительно достигли на уровне Перского края. Конечно, немного не хватило до первого места, до победы, но я думаю, есть к чему стремиться, есть потенциал. И поэтому в следующий год будем надеяться, что будет намного успешнее. Участниками соревнований стали несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел и воспитанники центра в помощи детям при Камье. Команда Кунгурского округа сформировалась дружно, хоть и все ребята учатся в разных учебных заведениях, отметила заместитель главы округа по развитию социальной сферы Юлия Лепихина. Безусловно, в этом заслуга наставников. От администрации им также вручаются благодарственные письма. Если на следующий волшебный мяч, который совсем-совсем скоро вновь начнется в 2022 году, вы обязательно в своей хорошей, дружной команде заявили о себе, стали победителем в нашем отборочном туре и представили уже себя на уровне края. И я уверена, что у вас все получится, потому что рядом с вами есть ваши наставники. Участник спартакиада Михаил Плюснин рассказал о том, что соревнования были сложными, но наши ребята смогли взять себя в руки и достойно представить Кунгурский округ. Самым сложным это было канат, потому что пацаны были вот такие огромные, а мы были маленькие. Самым легким это было лыжи. В среднем это было хоккей. Наши пацаны, конечно, провалили, потому что я был на лыжах, а пацаны на хоккее, вот поэтому и проиграли. Спартакиада «Волшебный мяч» проводится в регионе с 2015 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Прикамье при поддержке Федерации мини-футбола Пермского края, Краевого ГУ МВД России, а также регионального правительства. Нарядная елка, веселый праздник, яркие новогодние огни и, конечно, подарки. Всего этого сегодня в достатке. На новогоднем утреннике в противотуберкулезном санатории Ирень вневоленно собрались и взрослые дети. Не пропускает праздник с 1996 года Татьяна Михайловна Высоцкая. Не изменяя традиции, почетный гражданин Кунгура здесь и в этот раз. Елка вся сверкает, огоньки горят. Новый год сегодня радует ребят. Закружился яркий, дружный хоровод. Наступает главный праздник Новый год. Татьяна Михайловна уже 25 лет помогает санаторию Ирень в приобретении оборудования, игрушек для детей, развивающих игр и интересных книг. За многолетнюю дружбу почетному гражданину Кунгура руководство санатория вручает благодарственное письмо. Не остается в долгу и гости. Татьяна Высоцкая всегда приходит на праздник с подарками. Новый год – это семейный праздник. И я очень рада, что вы все сейчас на Новый год поедете домой. Хочется пожелать вам в этом году счастья, уюта. И чтобы у вас, у всех, в жизни исполнились все ваши желания. С Новым годом! Сладкие призы, мягкие игрушки и набор для творчества вручает ребятам Татьяна Высоцкая. Для детей это по-настоящему радостный день. Ведь совсем скоро они отправятся на зимние каникулы домой. К семье и близким. Атмосфера новогоднего чуда и исполнения желаний поднимает настроение еще больше. И на будущее хотелось бы пожелать, чтобы санаторий жил. Чтобы он оставался полон смехом, полон эмоций детей. Чтобы он жил, функционировал. Здесь замечательные педагоги, замечательный коллектив, как Татьяна Михайловна сказала. И они не просто работают, они вкладывают душу в детей. Вот поэтому хотелось бы пожелать, чтобы Татьяне Михайловне дал Бог здоровья. Я знаю, что верующий человек. И чтобы таких спонсоров было, конечно, больше. Я очень счастлива, что сегодня в очередной раз я побывала на елочке в санатории Ирень. Для меня санаторий за эти годы практически стал родным. Здесь очень хорошие дети. Они, когда ты заходишь, они тебя вдохновляют. Ты смотришь на них, как они улыбаются, и тебе хочется улыбаться. Я очень счастлива, что я сегодня поздравила этих детей с наступающим 2022 годом. Праздник удался на славу. Ребята загадали свои самые заветные желания, повеселились от души и получили новогодние подарки. И все это за один день. В преддверии Нового года по-другому и быть не может. Наслаждаться праздником и верить в чудеса нужно уже сейчас. Совсем недавно стартовал 11-й рождественский благотворительный марафон «Подари надежду». В этом году он поможет Косте Доронину, 4-летнему жителю Кунгура, страдающему тяжелым заболеванием ДЦП. Мальчику необходимо особое ортопедическое оборудование, на приобретение которого требуется 70 тысяч рублей. Чтобы помочь Косте, в библиотеке села Филипповка для детей был организован благотворительный показ фильма. Мы очень рады, что принимаем участие в таком мероприятии. Это очень нужное, полезное дело. И мы стараемся с детства детям прививать такие чувства, как сочувствие, доброта, чтобы они могли сопереживать, понимать и принимать участие в чужой беде, чтобы не оставляли людей в тяжелых ситуациях. В преддверии праздника совершили новогоднее чудо и в художественном музее города Кунгур. Школьникам провели увлекательную экскурсию. Ребята также посмотрели фильм, тем самым приняли участие в благотворительном марафоне и помогли семье Кости Доронина приблизиться к заветной мечте. Александра Невского назвали из-за того, что Александр в переводе защитник Руси. А Невский ему потому, что состоялась битва на реке Неве. Его отца отравили и он умер. А умер он из-за болезни. Он провел 20 боев и был святой защитник Руси. Помочь четырехлетнему Косте может любой желающий. До 17 января 2022 года в городе будут проходить детские киносеансы, аукционы, выставки и рождественские ярмарки. Все собранные средства с подобных мероприятий будут аккумулироваться в храме Тихвинской иконы Божьей Матери города Кунгура. Свои пожертвования здесь может оставить каждый желающий. Мы просим вас не остаться в стороне и помочь маленькому мальчику обрести надежду на выздоровление. Смех, радость и веселье – главные спутники всех новогодних утренников, которые с размахом проходят в учреждениях нашего округа. Нарядная елочка-красавица, главный волшебник Дед Мороз со своей внучкой-снегурочкой и веселый снеговик неустанно поздравляют детишек накануне главного зимнего праздника. Идут! Слышу! Слышу! А это вы, дети, мусорки! Идем! Вот и в доме детского творчества «Дар» на новогодние представления сегодня пожаловали первоклассники КЦО номер один. Увлекательный сценарий на время погрузил ребят в сказку, где добро снова побеждает зло. Ну и по давней новогодней традиции первоклассники приготовили для Дедушки Мороза любимые стихи. Спел песенку про елочку, поделом колороль. Какой же уже красный праздник Новый Год. Несмотря на то, что праздник ждут все, представления в ДДТ «Дар» проходят с соблюдением всех санитарных норм. Прийти в гости к елочке здесь можно только небольшой группой. Но, несомненно, веселое времяпровождение обеспечено каждому. Впереди у ребят нашего округа еще немало радостных событий. Ведь программа праздничных представлений, главные спутники которых атмосфера чуда и предновогоднего настроения расписана уже на неделю вперед. А это значит, что каждый ребенок сможет встретиться с Дедушкой Морозом и загадать свое самое заветное желание. Раз, два, три, елочка, свиньи! Морозом! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 29 декабря в Кумбуре облачно, снег. Температура воздуха ночью минус 21, днем минус 16. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 4 м в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего несколько граммов взрывчатки в пиротехнических изделиях могут покалечить или убить человека. Каждый год из-за фейерверков сгорают десятки квартир и частных домов. Сотни погибших. Среди них много детей. Этого можно избежать, не делая ничего сложного. Просто не запускайте фейерверки вблизи жилых домов. Не давайте пиротехнику в руки детям. В случае чрезвычайной ситуации звоните в экстренные службы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Руководство образовательной организации и в экстренные службы, нажав кнопку тревожной сигнализации. Примите меры по эвакуации учащихся. Ограничьте доступ к подозрительному предмету. Выводите детей других классов иными путями эвакуации, обходя опасный участок. Обращайте внимание на подозрительных людей и любые странные мелочи. Будьте внимательны. Лучше всего держаться подальше и сообщить взрослым. Охранник учебного заведения обязан сообщить оперативным службам о подозрительных личностях. Субтитры создавал DimaTorzok